В Люберцах отметили традиционный праздник, в день физкультурника. Мероприятие охватило весь округ. Центральной площадкой проведения стал стадион Торпедо. Люберчан ждали пейнтбол, перетягивание каната и эстафеты сдачи нормативов ГТО. Ну а гвоздем программы стал чемпионат по мокрому футболу в бассейне. Вот так, молодцы. Поэтому, друзья, есть предложение наше мероприятие сегодня начать. И я всем желаю хорошего настроения, бодрости, духа и занимаемся спортом и физкультурой. Старт спортивному торжеству дал лично глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Организаторы мероприятия подготовили для гостей и участников эстафеты, сдачу нормативов ГТО, акробатику и многое другое. Я сегодня искренне хочу поздравить всех с днём физкультурника. Люберцы всё-таки территория спорта? Да! Конечно, да! В Люберцах проживают в основном физкультурники и спортсмены. Мы об этом с вами знаем. Также на стадионе прошли мастер-классы по боевым искусствам. Дзюдо, самбо, рукопашные и ножевой бои. Настоящие силачи удивили гостей праздника с тановой тягой. Дартс, настольный теннис. В общем, сегодня будет очень много интересного. Детский городок у нас сегодня будет. Соберётся очень много людей, которые могут найти себе занятия по душе и позаниматься, поучаствовать. Солнечная погода на стадионе располагала не просто к футболу на траве, а к мокрому, освежающему, в специально подготовленном бассейне соревнований, где играли не только юноши, но и девушки. Я сам проповедую здоровый образ жизни и вижу, что из года в год таких людей становится всё больше и больше. Поэтому здорово, когда такие праздники проходят в таком массовом составе. Поэтому мне интересно посмотреть, поучаствовать, чему-то новому научиться, поговорить с людьми. Поэтому я здесь. Также мероприятие посетили заслуженные спортсмены России. Во-первых, мы очень любим спорт, мы очень любим ваш Люберецкий район, мы очень любим Московскую область, организаторов сегодняшнего праздника. И мы не могли пропустить, потому что мы живём этим. Анна призналась, что поддерживает всех спортсменов и рассказала, что, несмотря на все трудности физической культурой, обязан заниматься каждый. Паралимпийский спорт – это такой же здоровый спорт. Поэтому всё то же самое, что проходит спортсмен в обычном спорте, сталкиваемся мы. Это обычный спорт, спорт высших достижений. Только, возможно, с какими-то ограничениями, но кто-то их чувствует, кто-то нет. Поэтому у всех по-разному. А мастера спорта международного класса, в свою очередь, дали слава на путствие молодёжи. Самое главное, чтобы все ребята были ближе к спорту, потому что спорт – это не только сами упражнения, это коллектив здоровый. Здесь все занимаются спортом. Вот это самое главное. Праздник в очередной раз доказал, что Люберцы – действительно территория спорта. В завершении мероприятия победители были награждены кубками, медалями, грамотами и призами. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова